Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 28 октября. День Евфимия. Почтует память преподобного отца Евфимия Солунского. Он рано женился, чтобы угодить матери. После рождения дочери решил посвятить себя Богу, принял постриг. Через некоторое время отправился в Афон, где жил вместе с отшельником Иосифом и соревновался с ним в умершлении плоти. Долго Евфимий искал место для уединения, пока не услышал голос «Иди в Солун». Он подчинился, пошел туда и основал небольшую монашескую общину. Этот день в народе называли смотрины льна и Евфим благочестивы. И сегодня занимались обработкой льна. Считалось, что в этот день активизируется нечистая сила. Например, кикимора может сесть за прялку и испортить пряжу. Чтобы этого не происходило, следовало осенить себя перед работой крестным знамением и помолиться Евфимию. Кикиморы, согласно народным поверьям, были душами умерших или похищенных нечистой силой детей. Они не выходят на улицу, так как были тонкоматериальными существами и боялись, что их унесет ветром. Кикимора выглядела как старушка или женщина маленького роста. И если кикимору поймать и выстричь у нее на голове крест, то она вновь станет человеком. Но пребывание в обличии кикиморы оставит свой след. Человек будет либо уродом, либо слабоумным. Кстати, невесты перед свадьбой пряли нит на отмашь от себя. Этот жест от себя гарантировал защиту от темных сил. Также считалось, что нит, спреденная сегодня, будет прекрасным средством от порчи и различных недугов. Приметы. Если вечером в чистом небе вокруг луны наблюдаются круги большого размера, скоро ударят морозы. Красноватые и расплывчатые круги предвещают метель. Если сегодня появились комары, зима будет теплая. Если в октябре появился запоздалый грибок, то будет поздний снежок. Тонкий аромат. И мы немножечко распалили. Много не будем. То есть это уже делает наше блюдо, видите, выдающимся. Так. Теперь это мы хорошенько все перемешаем. Первый, так сказать, замесик сделаем. И вы знаете, что я большой переверженец проросшей пшеницы. И мы сюда добавим столовую ложечку проросшей пшеницы. Это финальная нота в вашем аккорде, да? Так как у нас жгучие свойства, меда не добавляем. Если хотим добавить меда, то обязательно тогда ни чеснота, ни лука мы сюда не добавляем. А вот вопрос по цвету. Вам как-то красненького не хочется туда вот? Можно добавить сюда морковочки. Но, он говорит, я сделал такой успокаивающий салат, стимулирующий работу желудочно-кишечного тракта. И своеобразный такой противоонкологический продукт. Ага. Профилактика. Так, я попробую, потом тебе дам. Да вкусно, собственно. Конечно, получится такой нейтральный. Нейтральный вкус? И, кстати, самое интересное свойство этого салата. Чем дольше его жуешь, тем вкуснее он становится. Ну, как мне спрашивают. Жуй, жуй. Значит, я жую. И у меня первая мысль, ребята, это салат, готовое блюдо. Обычно у нас салаты идут как дополнение к чему-то. Это отдельное блюдо. Вот что я хотела сказать. Это отдельное блюдо, все. Знаете, его лучше всего съедать на ночь. Почему? Он заполняет объем нашего желудка. Не так будет хотеться есть. И за ночь он как раз будет очищать наш организм и стимулировать процессы. Прекрасный журнал. Действительно, вкус такой, как бы сказать, тонкий, он не выделяется. Мы привыкли, что в основном используют такие вкусы, как кислый, сладкий, соленый, острый. Но мы отвыкли от вкуса самой зелени. Вот что самое важное. Я вам скажу, только, наверное, непальские короли и вельможи могли бы себе позволить салат с таким богатым овощным вкусом. Потому что тот непальский салат, про который я вам рассказывала, примерно выглядит вот так. И это еще от щедрот наших. Помидоров там гораздо меньше. Вот капуста и все. Абсолютно. Вот это вот сравните, да? Это очень простой салат. Проще не придумаешь. Хотя тоже для русского человека весьма любопытно, что капуста соединили с помидором. Я думаю, это уместно, когда капуста молодая. Конечно, когда она уже набитым кочаном идет, навряд ли с помидорчиком она будет хорошо смотреться. Кстати, очень вкусный, вот именно вкусный, как бы сказать, смачно вкусный. А если это тонко вкусный, это просто так вкусный. Тоже попробую. Ну, то есть, если к этому салату мы съедим какую-нибудь шпажку курицы на вертеле, да, то будет очень даже и уместно. А это отдельное блюдо. Послушайте, как уж оно красиво. 29-й лунные сутки. Энергетика этих суток крайне неблагоприятна. Поэтому ее ассоциируют с чудовищем морских глубин, осьминогом. И все это происходит потому, что волнение океанических вод и жидкость организма влияет на наши психологические и жизненные процессы, внося в них разлад. Чтобы противостоять этому и помочь организму пережить эти сутки, рекомендуется соблюдать во всем ограничения, физическое нагрузки, питание. Воздержаться даже от интимной близости. Это же касается и общения с людьми. Сторонитесь всех, кому вы чувствуете антипатию и недоверие. Подсознание подсказывает нам, что это не наши люди. Так, зачем с ними общаться? Сегодня подводите итоги. Как вы прожили этот лунный месяц? Первые лунные сутки. Первые лунные сутки, подобно светильнику в ночи, указывают путь. Маленький жизненный цикл, которым руководит Луна, начался. И вместе с его началом смело стройте свои планы, мечтайте. Энергетика лунного цикла поможет вам в их воплощении. Так как в это время активна голова, то не следует задурманивать ее алкоголем. Также воздержитесь от специй. Они излишне перестимулируют и этим нанесут вред. Вообще, еще продолжаются высокие приливы, оказывающие повышенную нагрузку на организм. Поэтому это время проведите спокойно и умеренно во все. Что касается очистительных процедур, то можно промывать лобные и гайборовые пазуки. Вторые лунные сутки. Интересно отметить действия лунных суток на человека. То, что ранее расшивяла приливная волна, идет на спад, на сжатие. И в сознании человека это проявляется эмоциями жадности, привязанности к вещам. А если это не удовлетворяется, то появляется раздражение и злость. Противоядием против действия луны служит обратная щедрость. Что касается питания, то сегодня можно отбирать продукты, которые будете использовать в течение всего лунного цикла. Ведь вкус продукта – это энергетика. И если ее не хватает, то нам больше всего хочется продуктов с определенным вкусом. Этот день подходит для очищения лобных и гайборовых пазух. И вообще, в этот день следует что-то начинать. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok